Именно благодаря Габдуле Тукаю появился первый миф о лесном духе. Народный поэт открыл шурале длинный и светлый путь в искусство. У разных народов свое представление о шурале, но в общих чертах его можно описать как человекоподобное существо, с вытянутыми руками, острыми и длинными когтями, царапающими землю во время ходьбы. Наиболее отличительный и горб с рогом на лбу. Поэтому все еще многие дети и даже те, кто слышал о нем в юношестве и уже достиг совершеннолетия, боятся его. На сегодняшний день шурале это один из самых популярных мифологических персонажей. Он не относится ни к демоническим, он вот такое вот существо живущее, это лесное такое вот существо. Это не льши, это не кикимора, это абсолютно со своей вот этой апостасью, со своим функционалом существо, которое живет в лесах. Я всегда говорю, самый везучий в плане живучести персонажей у татары, это шурале. Ему повезло. Первые упоминания о нем появляются задолго до того, как Габдула Тукая запечатлел его на страницах своего произведения. Поэтому не стоит рассматривать историю шурале, опираясь личной информацией начала 20 века. Несмотря на запрет изучения мифов в народе, они продолжали существовать и проникали в детские игры и сказки взрослых. Вредоносность выражается только в том, что он очень любит играть с человеческим существом. Он играет его, он любит его очень катать. Поэтому он следит за теми, кто пришел, по ягодам, за дровами. Он будет издавать всякие звуки. Он хочет, чтобы этот человек чуть-чуть подальше отошел, и потом он уже с ним будет беседовать. Не с целя убийцы, но он может именно чекотать. Самая популярная версия мифа о шурале от Габдула Тукая стала основной. Именно по ней все знают о храбром подвиге героя татарина и слабостях лесного духа. Стоит отметить, что шурале боится воды. Также его можно спугнуть, если ходить в лес с собакой, которые дали звучное, наделяющее страхом имя. К тому же в сказке писатель дал руководство по спасению. Человеку необходимо сделать так, чтобы шурале засунул пальцы в щель бревна, и они застряли. Пока злобный дух будет выбираться, появится время для того, чтобы сбежать. Так что смекалка в помощь тем, кто имел неосторожность повстречать шурале. Благодаря этой истории появились и разговоры о хитрости татар. Ведь именно ловкостью и коварством был побежден лесной дух. Если за тобой идет шураль, ты видишь его, если ты увидел какое-нибудь ручеёк, который именно лесной, если ты его перешагнул, он за пределами выйдет, он боится воды. И потом у него под мышками есть такие уязвимые, не скажу, что ранки, а такие вот очень своеобразные. У него не кожа, а какая-то перепонка только. Если туда насыпать, если вот он за тобой гонится, если туда насыпешь, на него вот под мышку попадешь солью, он будет орать, визжать, он будет очень больно. Это его тоже уязвимое место. Татарские народные сказки, в которых фигурирует шурале, рисуют его и как бойкого, и веселого персонажа. Несмотря на образ злодея, он ведет себя как ребенок. Любит шутить и проказничать. Одно из его любимых забав – воровство лошадей. На них он катается до тех пор, пока животное окончательно не выбьется из сил. Он очень любит лошадей. Любит лошадей. Бывало так, что на ночь лошадей отправляли в луга пастись, а потом утром весь такой вот в пене, объезженный, с сумасшедшими глазами, возвращается конь. Также он заманивает одиноких путников в дремучую чащу леса. Задает неразрешимые задачки. А если человек их не отгадывает, шурале щекочет своими длинными пальцами до смерти. Таких легенд приличных, где жители говорят, что у нас было, что мы, наша деревня, она проклята шурале. Есть еще и такая, то есть они реально до сих пор, жители говорят, когда-то, когда-то вот был такой случай, вот так-то, так-то, вот наши жители избили и проклял шурале. Шурале сравнивают со многими существами из других мифологий, сатирами и даже с нежним человеком. Схожесть их не очевидна и заключается лишь в паре элементов. Различия же существенны, поэтому нельзя говорить, что это одинаковые мифические существа. Также многие ошибочно думают, что шурале является аналогом лешего из русской мифологии и считается злым лесным духом. Но игривого шурале не стоит бояться, если вы встретили его на пути. Он не такой уж и плохой дух, а самый настоящий защитник леса. Леший и шурале совершенно индивидуальны и уникальны. Не стоит сравнивать их, а тем более путать. Это не леший, это не кикимора, это абсолютно со своей вот этой апостасью, своим функционалом существо, которое живет в лесах. Просто так к людям не нападает, но он просто любит играться. Он тоже некий своего рода дух леса, но это абсолютно не дух. То есть он живет там, это его место обитания. Шурале является уникальным татарским персонажем. Память о нем до сих пор живет. Его образ используется в различных брендах и изделиях. Зная историю его появления и то, сколько разных легенд имеет дух, становится только интереснее его изучать. В татарской мифологии огромное множество мифических существ, о которых мы можем даже не догадываться. Поэтому, вспоминая об уже известных персонажах, есть шанс найти и тех, кто оставил след в истории, но только карандашом. Кристина Отекина, Карина Саяхова, Резида Каримова, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...